Здравствуйте, обучающиеся! Тема сегодняшнего нашего занятия – характеристика эффективного преподавания и учения. Мы будем говорить с вами об активном обучении. Цель нашего занятия – знать и понимать характеристики эффективного преподавания и учения, уметь использовать педагогические подходы, определенные в учебных программах. 21 век – век новых технологий и инноваций. Все больше требуются навыки высокого порядка. И современному учителю на своих уроках, помимо того, что требуется знание глубокого, глубокое знание своего предмета, но и нужно их подготовить к реальной жизни. Какие существуют стратегии эффективного преподавания и учения? Мы с вами будем говорить сегодня о пяти методах эффективного обучения. Итак, существует пять методов эффективного обучения. Стратегии эффективного преподавания и обучения. Мы сейчас будем о каждом отдельно говорить. Итак, первая стратегия – это активное обучение. Активное обучение – это есть обучение на собственном опыте. Учащимся предоставляется возможность экспериментировать, составлять значения и развивать понимание. Соотносят новые знания с существующими знаниями. Делая ошибки, мы заставляем себя проверять и дорабатывать свое понимание, приводят к более глубокому пониманию, изменяя отношения. То есть ученик в первой стратегии – это активное обучение, это есть обучение на собственном опыте. Следующее – совместное обучение. Это групповая работа со структурированным делением на групп. Она улучшает межречественные и коммуникативные навыки, улучшает процесс усвоения информации и мыслительных навыков высшего порядка, способствует позитивной зависимости, то есть мы достигли цели вместе, ломает барьеры между учащимися. Это есть совместное обучение. Следующее – это дифференциация. В нашем понимании сейчас часто слышим, ребята, вот это слово «дифференциация». Что это значит? Это удовлетворение индивидуальных потребностей в обучении для каждого учащихся. Что же оно нам дает? Повышает развитие понимания и навыков, повышает уверенность и мотивацию, стимулирует творческий подход, помогая учащимся лучше понимать идеи. Дает преимущество для всех учащихся. Может повысить ожидания для всех учащихся. Это есть дифференциация или дифференцированный подход. Межпредметные связи. Это установление связи между учебными предметами. Она добавляет глубину и равновесие в учебную программу, позволяет осуществлять более глубокое обучение, предоставляет широкий диапазон навыков, может помочь в прогрессии в понимании навыков, помогает ввести в процесс обучения в более значимый контекст, делает обучение более мотивирующим. То есть это есть межпредметные связи. Это связь между учебными предметами. Удовлетворение потребностей учащихся. То есть проверка обучения и предоставление обратной связи с целью информирования процесса обучения. Она повышает мотивацию и самооценку, придает направление процессу преподавания, предоставляет учащимся возможности для улучшения процесса обучения, помогает учащимся понять, как они могут учиться более эффективно. То есть здесь происходит удовлетворение потребностей учащихся, то есть при помощи обратной связи с целью информирования процесса обучения. Учебная идеология. Что это значит учебная идеология? Мы будем часто на своей практике слышать вот это выражение. Запомните, ребята, это обсуждение учениками заданий между собой. Чаще всего, наверное, он встречается в групповой, в работе парах, да? Дает возможность ученикам внести свой вклад в учебный процесс. Она ведет учеников к взаимному обучению знаниям, помогает глубже понять тему, дает ученикам возможность подумать о своей успеваемости и принять решение о том, что нужно делать дальше. А также побуждает и активацию учащихся. Мы говорим с вами об учебном диалоге. Следующая стратегия эффективного обучения – это использование электронного обучения и новых технологий. Без новых технологий сейчас немыслимая жизнь, правда же, ребята? Она предлагает увлекательные инструменты для активного обучения, повышает мотивацию, может использоваться для исследования, обсуждения, совместной работы и создания. Дает ученикам возможность поиска информации своих собственных инструментов. А также дает возможность самостоятельно получать знания вне класса. Что бы то ни было, но без использования электронного обучения и новых технологий сейчас наша жизнь немыслима. И я думаю, что вы со мной согласитесь. Следующая стратегия эффективного обучения – это моделирование. Моделирование вводит учащихся в предметное содержание и одновременно способствует экспертному мышлению. Моделирование разделяет задания на этапы, позволяя учащимся работать самостоятельно. И моделирование стимуляции по процессу. Помимо всего этого, ребята, существует еще коллективный способ обучения. Это обучение, при котором все обучают каждого, и каждый обучает всех. Средством реализации коллективного обучения является коллективная форма обучения или работа в парах сменного состава. Коллективная учебная работа означает то, когда все ученики постоянно находятся в положении, когда нужно воздействовать на других участников, учить новому учебному материалу, доказывать им, что-то опровергать, управлять их деятельностью. То есть это и есть коллективный способ обучения. Итак, ребята, мы с вами сегодня познакомились со стратегиями эффективного преподавания и учения. Я думаю, что вы запомнили, что это активное обучение, совместное обучение, дифференциация обучения, межпредметная связь, удовлетворение потребностей учащихся, диалогическое обучение, использование электронного обучения новых технологий, моделирование. Вы можете сами еще добавить к этим эффективным стратегиям преподавания и учения. Ваша задача на сегодняшнем уроке запомнить стратегии и каждого по отдельности. На следующем уроке вам нужно будет рассказать об этих стратегиях отдельно. Далее, еще следующее задание, это письменные задания будут. Вам даны приемы эффективного обучения, и эти стратегии нужно будет обосновать в способе ее реализации. То есть... То есть... То есть...